Доброе утро! Всеми так любимая яичница! И на самом деле, неиссякаемая тема для кулинарных экспериментов. Посмотрите, сегодня будем делать, я бы даже сказала, не яичницу с шпинатом, а шпинат с яичницей. Здесь у меня много шпината, почти 250 грамм. Отвариваю шпинат в горячей, подсоленной воде, буквально несколько минут, ну вот пару-тройку, еще немножко соли, пару-троечку минут. Шпинат готовится моментально, что мне нужно, чтобы он немножечко так поплыл, подвял. Ровно за это время, пока шпинат у меня варится, делаю сухари. Сухари, естественно, панировочные, естественно, домашнего приготовления. Булка старая, черствая, ломается кусками и отправляется в блендер. Сюда добавляю чуть-чуть перца, совсем чуть-чуть. А здесь у меня сухие травки, тимьян, можно использовать чебрец, вообще, честно говоря, можно использовать совершенно любые травы, какие они у вас есть дома. У меня, видите, вот когда-то купила свежую, она не понадобилась, засохла, но я ее не выбросила, я вообще человек запасливый. Все сохраняю. Розмарин, то же самое. Веточки оставляю, вот такие вот хвойные эти замечательные иголочки. Туда немножко тмина. В принципе, комбинация может любая, совершенно любая, чуть-чуть соли. Травки я уже повторила, могу повторить, какие есть дома. Ну и все, баста, как говорят итальянцы. Готово. Сухари у нас готовы, посмотрите, какая красота. Чудо чудное. Сухари взбили, шпинат уже тоже отварился. Шпинат отбрасываем на душлаг. Казалось, такая огромная гора шпината. А что получилось, посмотрите. Вот как бывает. Так, очень важно, чтобы в шпинате не осталось ни капли воды. Что нужно сделать? Нужно взять наш шпинат, переложить в отдельную миску. И мало того, его еще нужно обязательно промокнуть бумажным полотенцем. Кастрюля больше нам не нужна. Вот видите, какое влажное становится полотенце. Несмотря на то, что мы шпинат вроде бы даже отбросили, откинули на душлаг, все равно в нем еще много воды осталось. Но теперь ее в нем нет. Шпинат абсолютно сухой. Три столовые ложки сливок. Так как он у нас варился в соленой воде, мы не будем его солить больше. Мускатный орех. Вы знаете, что шпинат очень-очень дружит с мускатным орехом. Очень. Мускатный орех и сливки. Форму, которую мы будем делать в наши яйца, быстренько смазываем сливочным маслом. Смазали форму маслом. Выложили в нашу форму шпинат. Распределили его, естественно, равномерно. И сделали в нем два отверстия. Раз. В эти отверстия правильно догадались. Вбиваем яйца. Сверху яйца присыпаем немножко сухарями. Только по краю, оставляя желток вот таким неприсыпанным. Теперь отправляем наши яйца в духовку. Зависит от того, как вы их любите. Чтобы они были в мешочек, в смятку, крутые. Я люблю, чтобы были в мешочек. Поэтому мне понадобится минут, наверное, 6-7. Ну вот, ровно 7 минут. И посмотрите. А-а-а! Яйца в мешочек. Чудо! Шпинат в сливках. Хрустящие сухарики. Не завтрак, а мечта. Во всяком случае, моя. Приятного аппетита! На следующий раз приготовьте яйца, сливочное масло, муку и сахар. Я думаю, это есть в любом доме. А еще лимон нам понадобится. Удачного дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова